Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим картошку с шампиньонами. Для приготовления нам потребуется 1 килограмм 100 грамм картофеля, 300 грамм шампиньонов, 100 грамм лука, 60 грамм сметаны не менее 20% жирности, 1,5 ч.л. соли, 1,3 ч.л. черного молотого перца, 200 мл горячей воды и 3 ст.л. подсолнечного масла. В чашу мультиварки наливаем масло, выбираем режим жарка, ждем 2 минуты, чтобы масло хорошо нагрелось, отсчет времени у меня начинается сразу. В разогретое масло отправляем обжариваться мелкопорезанный лук и грибы. Прошло 7 минут с момента жарки, отключаем режим жарка, добавляем сметану, соль и перец, горячую воду, все перемешиваем. Когда хорошо перемешали сметану и специи, добавляем некрупнопорезанный картофель. Еще раз все хорошо перемешиваем, закрываем крышку мультиварки. Готовлю в мультиварке Red Solution M800 на режиме плов 45 минут. Время истекло. Аккуратно перемешиваем картошку. Картошка получается нежная и очень сочная. В постные дни сметану можно заменить постным майонезом. И тогда это блюдо пригодится и для постного стола. Второй рецепт. Приготовим картофель с помидорами и грибами. Для приготовления нам потребуется 1 кг картофеля уже в очищенном виде, 150 г помидоров, 400 г грибов, у меня лесные, предварительно отваренные, но можно использовать и шампиньоны, тогда их варить не нужно. 100 г сметаны не менее 20% жирности, 70 г репчатого лука, 80 мл холодной воды, 3 ст. л. подсолнечного масла, 1,5 ч. л. соли, 1 ч. л. муки, 1 ч. л. сухого чеснока и пол чайной ложки черного молотого перца. Смешиваем картофель, грибы, помидоры, мелкопорезанный лук, сметану. Кстати, кто не любит сметану, можно заменить на майонез, тоже 100 г. Соль, мука и специи, масло и вода. Все перемешиваем. Чашу мультиварки ничем не смазываем, выкладываем картофель с грибами и помидорами. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red Solution 88 на режиме выпечка 45 минут. Можно готовить на режиме мультиповар 130 градусов, также 45 минут. Картошка готова. Аккуратно перемешиваем. При подаче на стол добавляем свежую зелень и полностью блюдо будет готово. Еще раз хочу обратить внимание, что лесные грибы должны быть предварительно отварены, после чего их можно использовать для приготовления блюд или заморозить. Блюдо получается сытным, очень вкусным. Если использовать постный майонез, тогда вы получите очень вкусное постное блюдо. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok